Так, добрый суббот всем, кто сегодня нас видит. Мы сегодня с пациенткой, с Татьяной, будем выполнять коррекцию губокрового залома с одной и со второй стороны. В прошлый раз, кто с нами был, мы делали коррекцию носослезной борозды, коррекцию периорбитальной области. Все хорошо у нас разлеглось, есть там небольшой один участок, который еще нам нужно будет докорректировать, но это уже в следующий раз. Сегодня мы хотим вам показать, какой результат будем ожидать от коррекции. Смотрите внимательно, значит, о чем мы говорим. Вот губокровые заломы, вот эта анатомическая область на лице, которую мы сегодня хотим выровнять. То есть привести изолению рта, чуть повыше сделать, потому что у нас такой, сейчас пациентка у нас лежит, не очень видно, чуть-чуть на бочок, повернитесь, пожалуйста. Но когда пациентка сидит, либо же стоит, разницы нет, губокровой залом, такой грустный смайлик у нас здесь образуется. Нам не нравится с Татьяной, да? Да. Нам не нравится, поэтому мы хотим все это выровнять. Ну, и так, мы начинаем работать. Работать мы будем сегодня с филерами средней плотности. Начинаем. С помощью канюля работаем. Чуть-чуть повыше подбородок. Вдох. Это будет точка входа. Канюля. 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 Ротик открываем. Процедура не очень приятная. Еще открываем рот. Проходим здесь через связку, поэтому место всегда такое, чувствительное. Проходим несколько раз для того, чтобы дальше комфортно работать и гель раскладывать в этой области. Здесь очень часто бывают синяки после коррекции, поэтому об этом пациенту всегда предупреждаем. Все. Начинаем. В несколько слоев здесь надо положить препарат, для того, чтобы укрепить это место. Все. Все. Ты в порядке? Угу. 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 Заходим всегда в ткань губы, и это, кстати, самая неприятная часть. Всегда для пациентов. Вот у нас пациентка уже очень опытная, лежит совсем не реагирую, хотя процедура такая себе. Хорошо. 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 Здесь уголок стоим. Максимально, что ли, заполнить. Раз. Хорошо. 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 Прошиваем со всех сторон, линейно-ортроградно выводим препарат. На выходе. В порядке. 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 Вот уголок сейчас прям очень хорошо заполнил. Качество кожи в этом месте очень сильно поменяется. Она такая лощёная станет, помимо того, что заломы берётся. Можно ставить в это место губокровые заломы, корректировать токсином круговую мышцу рта. Но этого хватит ненадолго. Во-вторых, появляется определённая скованность в этом месте, в частности, верхние губы достаточно часто бывают. Это не всем пациентам нравится. Поэтому в данном случае прибегаем к коррекции плотным филером. Это место после коррекции, в принципе, держится больше года. Через год, ну, до полутора лет, конечно, уже хочется повторить, потому что рот – это то место самое активное на лице, которое мы всё время кушаем, разговариваемся, смеёмся, улыбаемся. То есть постоянное движение есть, соответственно, если есть движение, значит, есть вероятность залома появления. Так. 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 Как делаем? Ого. Нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, откроем ручку. Закрываем. Хорошо, здесь будет небольшой синячок. О, он как хорошо выровняется. Может быть под языком сейчас по ощущениям такие плотности. Могут быть как заморожены. В препарате есть лидокаин, поэтому по ощущениям точно может быть как заморозка. Так, на меня посмотрите, пожалуйста. Вот как. Сейчас обработаем все. Я вам покажу, насколько хорошо выровнялась изолиния рта. Да, с одной стороны особенно. Очевидно. Протрем, чтобы не мешало. Ну, сейчас легкая краснота пройдет. Чуть-чуть на бычок. Вот обратите внимание, насколько здесь выровнялся край относительно вот этой части. Здесь вниз уходит. Ну, пациентка потом посмотрит это в зеркало. Хочу показать, насколько вот это внешне видно. Что вот этот край даже вверх пошел сюда. Относительно. Левой стороны видно кому-то или нет. Я не вижу комментарий ваши, поэтому... Все, еще раз привет. Надеюсь, все показательно. Еще раз можете... Пациентка повернет сейчас. Ну, вот я говорю, из-за красноты не очень видно. Вот эту часть мы с вами проработали. Сейчас перейдем к левой стороне. Угу. Открываем следующий шприц. Все в порядке? Да, в порядке, да. Нет. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, приступаем к другой стороне. К работе. На бочок, пожалуйста. Угу. И ко мне повыше сами поднимитесь. Угу. Еще капельку. Вот так. Хорошо, что мне это надо. Так. Что-то чуть выше возьмем. Вдох. Хорошо. Конюля здесь 25-я. Длина 5 сантиметров. 25G на 5 сантиметров. Открываем ротик. Делаем туннельный ход. Для того, чтобы разложить препарат. Все в порядке? Угу. Процедура здесь, вот этот момент именно в этой процедуре, он такой чувствительный. Все хорошо. Начинаем выпускать препарат. Продолжение следует. Видно всем, что делаем? Угу, чуть-чуть можно расслабить. Ты в порядке? Да. Угу, открываем ротико. Это место не любит спешки, поэтому достаточно медленно раскладываем гель прям натяжение ткани делаем и раскладываем медленно-медленно-медленно. Ты в порядке? Угу. 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 И в ткань губы для того, чтобы провал этот заполнить. Очень хорошо. Угу. 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 Не знаю, видно вам или нет, очень хорошо, прям, видно, как внутри нормально раскладывается гель при введении на выходе герой пациентка просто даже ни один мускул не дергается гель вводим гель вводим Продолжение следует... 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 Продолжение следует...